Звуковая сторона слова. Сегодня вы актуализируете знания о фонетике как разделе науки о языке, характеристики гласных и согласных звуков, изменении качества звука, а также о произносительной норме. Слово состоит из звуков, минимальных единиц речи. Фонетика – раздел науки о языке, который изучает звуковую сторону слова. Она исследует звуки речи, способы их образования, акустические свойства, закономерности звуковых изменений, классификацию звуков, ударение, а также роль звуков в языке как средство общения. Звуки бывают гласные и согласные. Гласные звуки – а, о, у, э, и, и. Они могут быть ударными и безударными. Согласные звуки делятся на глухие и звонкие, твёрдые и мягкие, среди которых есть парные и непарные. Гласные е, ё, ю, я обозначают два звука в начале слова, например, юность. После твёрдого знака и мягкого знака, например, объезд. После другого гласного, например, акация. Поставьте видео на паузу и выполните следующее задание. Найдите среди слов «лишнее». Проверьте себя. В первом ряду лишнее слово «ветер». Во втором ряду лишнее слово «трюм». В третьем ряду лишним является слово «пряник». Изменение качества гласных звуков. Буквы А, О. Под ударением они произносятся чётко. Например, барин, пирог. В первом предударном слоге после твёрдых согласных и в абсолютном начале слова на месте буквы А, О звучит гласный А, А крышечкой, который произносится при менее широком растворе рта, чем звук А ударного слога. Например, окно, парад. В отдельных случаях на месте буквы А произносится звук И с призвуком Э. Средний между И и Э. Например, жалеть двадцати. После мягких согласных рекомендуется произносить гласный звук И с призвуком Э. Средний между И и Э. Например, пятак, вязать, часы, щавель. В остальных безударных слогах после твёрдых согласных произносится звук Е, средний между И и Э. Например, пара, помидор. Буквы Я, Е под ударением после мягких согласных произносятся звук И произносится звук И с призвуком Э. Например, вязать, стена. Не под ударением после мягких согласных буквы Я, Е произносятся как звук Ерь. Например, доля, море. Поставьте видео на паузу и ознакомьтесь с таблицей на странице шестьдесят второй учебного пособия. Изменение качества согласных звуков. При озвончении глухой звук рядом со звонким произносится как звонкий. Например, сбор, отдых, просьба. При оглушении звонкий звук рядом с глухим произносится как глухой. Например, подсолнух. Оглушение происходит также и на конце слова. Например, кот, берег. При смягчении рядом с мягким звуком твёрдый произносится как мягкий. Например, здешний, басня, гонщик. Произносительная норма. В индоязычных словах с буквой Е произносится твёрдый согласный. Кафе, партер, индекс, мягкий согласный, шинель, музей, декларация. Согласные, твёрдые и мягкие. Экземпляр и экземпляр. Терапия и терапия. Гейзер и гейзер. Буквенное сочетание ЧН может произноситься по-разному. Например, как ЧН в словах цветочный, красочный. Как ШН в словах скучно, яичница. Как ЧН и ШН. В слове, конечно, нормативным является произношение ШН, а не ЧН. Сочетание ТСДС произносится как звук Ц долгий в формах глаголов с постфиксом СЯ. Например, братца кусается. Как звук С перед К и сочетанием ТВ. Например, братский городской. Поставьте видео на паузу. Выполните упражнение 102 на странице 66 учебного пособия. При затруднении обратитесь к орфоэпическому словарю или приложению орфоэпические нормы на страницах 285-286 в учебном пособии. Проверьте себя. Произносится с твёрдым согласным. Автосервис, компьютер, критерий, сарделька. С мягким согласным. Гипотеза, контекст, спортсмен, термин, шинель. С твёрдым или мягким согласным. Артерия и артерия, бассейн и бассейн, бизнесмен и бизнесмен, деградация и деградация, дегустация и дегустация, дерматолог и дерматолог, сейф и сейф. Ударение. В русском языке ударение разноместное. Оно может падать на любой слог слова и на любую морфему. На первый слог, например, книга. На второй слог, например, рукав. Ударение может падать на приставку, например, поиск. На корень, например, морозный. На суффикс, например, кленовый. На окончание, например, большой. В современном русском языке одни слова имеют неподвижное ударение. Оно не меняет место в разных формах одного слова. Например, воля, волю, волей. А другие слова имеют подвижное ударение, которое меняет место при изменении формы слова. Например, ходить, хожу, ходит. Свобода и подвижность русского ударения используются для различения совпадающих в написании разных слов и форм слова. Например, замок в значении дворец. Замок в значении приспособления для запирания. Головы. Форма родительного падежа единственного числа. Головы. Форма именительного падежа множественного числа. В ряде слов допускается вариантность ударения. Например, творог и творог одновременный и одновременный. Примеры языков с неподвижным ударением. Финский ударение падает на первый слог. Французский ударение падает на последний слог. Польский и итальянский ударение падает на предпоследний слог. Выполните упражнение 99 на странице 64 учебного пособия. Не забудьте поставить видео на паузу. Польский ударение падает на первый слог в словах. Ударение падает на второй слог в словах. Арахис. Варёный. Вручённый. Стряхнутый. Дощатый. Задолго. Красивее. Огниво. Осведомить. Отснятый. Подошва. Пригубить. Пуловер. Скреплённый. Таможня. Хозяева. Ударение падает на последний слог в следующих словах. Арбуз. Арбуз. Атлет. Диалог. Дочерна. Квартал. Неприязнь. Облегчить. Паралич. Прогиб. Решето. Углубить. Цемент. Эксперт. Для более успешного освоения темы обратитесь к материалу с материалом учебного пособия. Продолжение следует.